С вами вторая часть видеомании Weekly, еженедельной передачи сайта Игромания.ру. В прошлой части мы рассказали вам о свежих анонсах и последних событиях. Сегодня вас ждет обзор всего интересного, что произошло за последнюю неделю, лучшие игровые трейлеры и новости игрового кино. А также главная тема выпуска – Penny Arcade Expo 2011 и Halo Fest 2011. Обо всем этом в ближайшие минуты. Сезон игровых выставок продолжается. Отгремела Gamescom, вновь побившая рекорды посещаемость. Уже не за горами Tokyo Game Show, а в промежутке между ними нашлось место не такому крупному, но все же любопытному мероприятию – Penny Arcade Expo. Эту выставку с 2004 года организуют Джерри Холкинс и Майк Крахулик – создатели популярнейших веб-комиксов Penny Arcade, посвященных игровой культуре. Формат Penny Arcade Expo не предполагает каких-то громких анонсов, и она обходится без помпы, свойственной более крупным выставкам. Однако это не мешает ей собирать тысячи посетителей, которых привлекает возможность опробовать новые игры незадолго до их выхода. А также пообщаться с разработчиками, поучаствовать в круглых столах и пополнить коллекцию сувениров. Впрочем, совсем без анонсов, восьмая по счету PAX не обошлась. На выставке было объявлено, что серия игр, основанных на комиксах Penny Arcade, получит продолжение. На этот раз поклонников рисованных историй ожидает 16-битное РПГ от независимой студии The Boyd Games. А компания Drinkbox представила свою новую игру – продолжение платформера Tales from Space – About a Blob. В отличие от оригинала, вышедшего в начале нынешнего года в PlayStation Network, сиквел, который окрестили Tales from Space – Mutant Blobs Attack, станет эксклюзивом для PlayStation Vita. Большой ажиотаж у гостей Penny Arcade Expo вызвала акция, устроенная компанией OnLive. Любой посетитель выставки, зарегистрировавшийся до ее начала на сайте OnLive, мог бесплатно получить OnLive Game System. Это устройство, продающееся по цене в 100 долларов, своеобразная альтернатива домашней консоли. Оно также подключается к телевизору, но сами игры запускаются в облаке. Естественно, на стенде OnLive было не протолкнуться от желающих бесплатно заполучить систему. И достался заветный приборчик далеко не всем. Конечно, остается вопрос, многие ли из тех, кому посчастливилось воспользоваться щедростью OnLive, начнут постоянно пользоваться новой игровой системой? На PAX впервые можно было опробовать рабочую версию Resistance Burning Skies для PS Vita. Напомним, что действие игры предшествует событиям Resistance 2, а разрабатывает ее не Insomniac, а студия Нигилистик. Судя по представленному демо, портативная Resistance не сильно отличается от своих старших собратьев, разве что расширятся возможности по управлению персонажем. Компания Capcom объявила, что в дополнение Dead Rising 2 of the Record появится свободный режим песочницы, в котором не будет временных ограничений. Поиграть в него можно будет как в одиночестве, так и в компании с друзьями. Достаточно активно выступила на Penny Arcade Expo компания BioWare, организовавшая презентацию Dragon Age The Future. Разработчики во главе с ведущим дизайнером обеих частей Dragon Age, Майком Лейтлоу, не скупились на комментарии по поводу будущего ролевого сериала. Они поведали, что в триквеле нам придется спасать мир, охваченный хаосом и войной между магами и храмовниками, от него самого. Судя по всему, значительную роль в предстоящем конфликте предстоит сыграть нашим старым знакомым ведьмам, Флемет и Морриган. Аудитории даже продемонстрировали несколько новых концепт-артов, с изображением последней. Естественно, возрастет масштаб событий. Нас ожидают путешествия в экзотические места. Сценарист Дэвид Гейдер намекнул, что среди них будут Орлей и Тевентерская империя. Скорее всего, в Dragon Age 3 появится новый главный герой. А что касается прежних протагонистов, то история Стража завершена. Это, правда, не исключает новой встречи с ним. А вот за Хоука нам, вероятно, еще придется поиграть в дополнениях ко второй части. И, конечно же, решение, принято игроком в Dragon Age Origins и Dragon Age 2, повлияют на сюжет третьей части. Также в рамках Payne Arcade Expo прошел конвент Halo Fest, которому в выставочном центре отвели отдельный этаж. Поклонников сериала Halo порадовали не только тематической экспозицией, но и несколькими интересными новостями. Стало известно, что в Forza Motorsport 4 появится джип World Hawk, хотя покататься на нем, к сожалению, не дадут. Его можно будет только рассмотреть во всех подробностях в режиме Автовиста и послушать комментарии Картаны о конструкции и истории знаменитой машины. Представители Microsoft пообещали не забрасывать Halo Reach и рассказали, что следующее обновление добавит в игру пистолет Magnum из первой части и подправит баланс. Студия 343 Industries объявила, что выходящая нынешней осенью Halo Anniversary будет поддерживать режим 3D и вкратце рассказала о ходе работы над четвертой частью сериала. Над ней трудятся порядка двухсот человек. Команда не собирается привносить в геймплей кардинальных изменений, хотя и надеется добавить в него несколько свежих идей. В сюжете новой игры особый акцент будет сделан на личности мастера Чифа и его взаимоотношениях с Картаной. Также креативный директор 343 Industries отметил, что связующим звеном между третьей и четвертой частями послужит роман Halo Grasslands, выходящий нынешней осенью. К сожалению, разработчики пока не готовы показывать широкой публике геймплей Halo 4, и потому привезли на выставку только подборку концепт-артов. Конечно, для стороннего наблюдателя Penny Arcade Expo может показаться не такой интересной и насыщенной событиями, как Gamescom или Comic-Con. Но она компенсирует этот недостаток неформальной, почти семейной атмосферой, которую организаторам удается поддерживать из года в год. Даже несмотря на то, что выставку посещают десятки тысяч человек. А теперь к другим, не менее интересным событиям, произошедшим в мире видеоигр и не только. Кроме Fable The Journey, которую поклонники сериала встретили без особого энтузиазма, в разработке, судя по всему, находится еще одна Fable. Это уже не спин-офф, а полноценная четвертая часть. Во всяком случае, так утверждает свежий номер журнала Official Xbox Magazine. По информации издания, выход Fable 4 намечен на 2013 год. В том же выпуске журнала утверждается, что после завершения работы над экшеном Aliens Colonial Marines, студия Gearbox собирается устроить полноценную перезагрузку Дюку Нюкему. Проект, если верить источнику журнала, носит рабочее название Duke Begins. LucasArts набирает сотрудников для создания ролевой игры с открытым миром. Судя по всему, компания хочет выполнить свое обещание, данное несколько месяцев назад. Тогда глава компании, Пол Миган, признал, что качество последних игр по Звездным Войнам оставляло желать лучшего, и ситуацию нужно срочно исправлять. Вероятно, над игрой работает Клинт Хокинг, один из ведущих разработчиков Splinter Cell Chaos Theory и Far Cry 2. Он присоединился к Луко Зарц в мае 2010 года, чтобы заняться некой до сих пор не анонсированной игрой. Тосихиро Нагоси, один из создателей Якудза, объявил о том, что ни одна из игр сериала не появится на Xbox 360. Дело в том, что еще до начала разработки первой части, команда Нагоси представляла концепцию проекта и Sony, и Microsoft. Обе компании поначалу отнеслись к Якудзе прохладно, но Sony все же проявила некую заинтересованность, которая впоследствии и стала фундаментом многолетнего сотрудничества. А вот Microsoft сходу забраковала идеи. Маркус Смит из Insomnia Games рассказал сайту Gaming Union, что третья часть Resistance станет для его студии последней. Вероятнее всего, сериал продолжится, но заниматься им будет уже другая компания. А Insomnia сосредоточится на новых проектах, вроде недавно анонсированной Overstrike. Вымышленный персонаж Кевин Баттлер, служивший в последние годы лицом PlayStation 3, объявил в своем твиттере, что покидает Sony и переходит на работу в несуществующую компанию Economy Floring. Но это была очередная шутка для триумфального возвращения Кевина. Сухей Йосида, возглавляющий Sony World Wide Studios, заявил в интервью Еврогеймер, что Sony всерьез займется созданием новой домашней консоли только тогда, когда разработчики не смогут больше удивлять игроков на PlayStation 3. Пока же, по мнению Йосиды, производительности PS3 достаточно, чтобы игры продолжили развиваться и приносить приятные сюрпризы. Но, как известно, многие разработчики с этим не согласны. В частности, им все труднее мириться со сравнительно скромным объемом оперативной памяти как PS3, так и Xbox 360. Тем временем, Джон Кармак все чаще открыто рассуждает о следующем поколении консолей. Мэтр надеется, что в них будет общее 64-битное адресное пространство для центрального и графического процессоров. Кроме того, Кармаку интересно, решатся ли Sony, Microsoft или Nintendo отказаться от физических носителей. В Electronic Arts, например, считают, что диски пока еще рано списывать со счетов. По мнению главы европейского подразделения издательства Yenso Uwe Intanto, большинству игроков нравится иметь в своей коллекции или дарить друзьям именно настоящие диски с играми. Microsoft, если верить словам главы европейского подразделения компании Криса Льюиса, не собирается в ближайшее время снижать стоимость Xbox 360. Льюис уверен, что приставка и так предлагает лучшее сочетание цены и качества на рынке, а значит, ничего менять не нужно. Он также рассказал о том, что Microsoft в будущем не собирается выпускать скачиваемые игры, которые становятся временными эксклюзивами PlayStation Network. Льюис признает, что возможны исключения из этого правила, но в большинстве случаев Microsoft намеревается настаивать на синхронном релизе скачиваемых игр в PSN и Xbox Live Arcade. Директор студии Turn 10, Дэн Гриневолт, посетовал, что автомобили марки Porsche не появятся в Forza Motorsport 4. Виновата в этом Electronic Arts. Издательство имеет эксклюзивное соглашение с немецким автоконцерном и не захотело делиться своими правами. Гриневолт заметил, что у его студии существует схожий договор с Ferrari, но Turn 10 всегда идет навстречу коллегам и не мешает им приобретать суп-лицензию. Между тем, президент EA Labels Фрэнк Гибо признался, что с нетерпением ожидает выхода PlayStation Vita. По мнению Гибо, новая портативная консоль от Sony имеет гораздо больше шансов на успех, чем 3DS. В первую очередь, благодаря мощной начинке и инновационным методам управления. Новый глава EA Sports Эндрю Уилсон надеется, что фанаты футбольных симуляторов приобретут как FIFA 12, так и FIFA Street. Ведь две игры, несмотря на внешнюю схожесть, предложат разные взгляды на самый популярный командный вид спорта. Также Уилсон верит, что одним из залогов успеха игр станет сервис Season Ticket, пользователи которого за символическую ежегодную плату получат множество приятных бонусов. Канами эта инициатива не беспокоит, и бездумно копировать то, что придумывает EA, создатели сериала Pro Evolution Soccer не собираются. В то же время японская компания не намерена и игнорировать опыт конкурентов. Она тоже подумывает использовать в своем футбольном симуляторе систему микроплатежей. Сценарист первых двух частей Deus Ex Шелдон Джей Пакотти рассказал в интервью сайту Еврогеймер, что отмененный экшен по фильму Ninja Gold, который разрабатывался студией Junction Point, мог совершить революцию в подаче сюжета в играх. По задумке Пакотти, в зависимости от решений, принимаемых игроком, должен был меняться не только ход истории, но и вся игровая вселенная и геймплей. Хотелось бы надеяться, что сценарист сумеет воплотить свои амбициозные идеи в каком-нибудь из своих будущих проектов. Креативный директор Assassin's Creed Revelations Алекс Аманчо пообещал, что игра оправдает свой подзаголовок и даст ответы на львиную долю вопросов, которые мучают поклонников сериала. Хотя, разумеется, полная картина станет ясна лишь после выхода третьей части. Попутно Ubisoft обнародовала содержание коллекционного издания Assassin's Creed Revelations Animus Edition. В него войдут дополнительный контент к игре, диски с саундтреком и короткометражным анимационным фильмом Assassin's Creed Embers, а также энциклопедия объемом 256 страниц. Последнюю можно будет приобрести и отдельно. В этом случае она обойдется в 35 долларов, зато будет дополнена галереей иллюстраций, созданных по мотивам сериала как простыми поклонниками, так и профессиональными художниками. За неделю выходит масса трейлеров и дневников разработчиков. Мы отбираем самые лучшие, чтобы вы знали, что стоит посмотреть на этой неделе. Дебютный трейлер Counter-Strike Global Offensive стартует с кадров из оригинальной Counter-Strike и напоминания о ее грандиозном успехе. Лишь после этого, уже под видеоряд из Global Offensive, начинается перечисление особенностей новой игры. Поклонников культового шутера ожидают новые карты, оружие, игровые режимы, а также кроссплатформенный мультиплеер. Правда, последний заявлен только между PC, Mac и PS3. А вот владельцы Xbox 360, похоже, останутся без него. Иной тому политика Microsoft в отношении онлайновых сервисов. Новый трейлер Aliens Colonial Marines не дает четкого представления о геймплее. У слишком короткой и сумбурной получилась нарезка игровых эпизодов. Но свою главную задачу — напугать особо впечатлительных и заинтриговать всех остальных — ролик все же выполняет. 2K Marine обнародовала демонстрацию XCOM, которую компания показывала прессе на E3. Судя по 20-минутному видео, разработчики действительно учли критику. И теперь большое внимание уделяется тактике и управлению отрядом. Так что игра не сводится к бессмысленному и довольно скучному отстрелу инопланетян. Думается, тем, кто не утратил надежд на светлое будущее нового XCOM, это видео добавит немного оптимизма. Новое 10-минутное видео во всех подробностях демонстрирует, чего стоит ожидать от Assassin's Creed Revelations. В нем есть интригующие сюжетные сцены, погони, драки, проникновение на охраняемую вражескую территорию и исследование локаций с использованием специальных способностей. Иначе говоря, все то, за что любят Assassin's Creed. Disney готовит анимационный фильм «Рэк и Тральф», сюжет которого вдохновлен видеоиграми 80-х годов. Главный герой фильма — отрицательный персонаж выдуманной видеоигры «Fix It Felix Jr. по имени Ральф», который стремится переквалифицироваться в героя. На киноэкраны «Рэк и Тральф» выйдет в ноябре следующего года. Смотрите в третьей части видеомании «Выкли». Во что поиграть на этой неделе? Чего ждать на следующей? И во что играет весь мир? Вас ждут обзоры новых релизов и топы продаж. Оставайтесь с нами! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok